Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. В прошлой публикации я показал, что Владимир Жириновский, но никак не мог быть клоуном, в качестве которого его знала вся страна. Вернее, клоуном он как раз быть мог. Во все времена клоунами были далеко не глупые люди. Но он никак не мог быть дурачком. И не мог им быть хотя бы потому, что маска Орликина кругом работала на него, лишь добавляя известность и популярность. И дело не только в этом. А еще и в том, что у Жириновского было два высших образования, лингвистическое и юридическое. Он знал четыре иностранных языка, был доктором философских наук, а полное собрание его сочинений занимает более семидесяти томов. Эти факты тоже никак не вписываются в имидж дурачка. К этому нужно добавить, что за годы своих политических дурачеств, и вот здесь кавычек не поставишь никак, он стал долларовым мультимиллионером. И стал он, прежде всего, благодаря этим самым дурачествам, которые принесли ему невероятную известность, заменив тем самым сотни талантливых пиар-технологов. Как известно, любая реклама, даже отрицательная, это реклама. А так себя прорекламировать, как это сделал Жириновский, больше не смог ни один политик в России, а может и в мире. Пожалуй, кроме Адольфа Гитлера. Он единственный, как его просматривается, такая же бешеная экзальтация и такое же бешеное гипервозбуждение во время публичных выступлений, кроме Жириновского, о чем сегодня, кстати, многие забыли. Напоминаю, как он выглядел. И, кстати, именно эта экзальтация и именно это гипервозбуждение и позволяют предположить, что с его маской Арлекина все далеко не так просто. Сыграть такое гипервозбуждение, которое охватывало что Жириновского, что Гитлера в ходе публичных выступлений, практически невозможно. Есть границы даже у великих актеров. Пожалуй, самый яркий пример его гипервозбуждения – это его знаменитая дуэль на стаканах с Борисом Немцовым. И что гипервозбуждение Жириновского там естественное, а несыгранное, видно очень хорошо. Впрочем, это, возможно, только самый яркий пример. Ведь подобных примеров продпрудит. Давайте посмотрим некоторые фрагменты об этом. Пусть будет четыре примера. С канала на ютубе реалии. Ролик называется «Каким мы запомним» Вадима Жириновского. «Помолчите! Кто там что-то видел? Помолчать! Вы видели что-то там! Бессовестная сидишь здесь, фигуристка! Провал идет! Вы Майдан готовите! Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь в Думе! Тогда молчать нужно сидеть! Лидер партии выступает!» «Черная грязь! Отвратительная баба!» «Последняя! Молодой Руль! Материться нельзя!» «Пошел вон отсюда из студии! Я тебе сказал, пошел вон отсюда! Пошел отсюда, нахуй, подонок! Пошел отсюда! Тебе сказали!» «Я еще раз говорю, я подам в суд!» «Пошел куда хочешь, в какой суд можешь идти! Размажу тебе всю голову, преподаватель ты! Ты дурак! Возьми его отсюда, выкини! Че ты стоишь, Олег?» «Возьми за шкирку! Скотину эту!» «Да вы что, с ума посходили?» «Стал отсюда!» «Вы сказали!» «Нет!» «Вот что это!» «Это журналист, журналист!» «Да есть запись!» «Да не надо по записи!» «Это личное дело каждое!» «У нас есть конституция!» «Мы вас вылечим!» «Да не надо лечить нас!» «У нас два укола и вы свободны!» «Ну вот видите опять! Ну что это? Ну это же негодяй!» «Ну подонок!» «Я прошу прощения! Господа, я прошу прощения!» «Я вас хочу плеснуть! Не вылечну!» «Ну что вы делаете? Ну что же вы делаете? Ну что же вы делаете?» «Лично я склонен предположить, что у Жириновского повторилась классическая история Емелюшки-дурачка. И повторилась она именно тогда, когда он занялся политикой. Все, кто знал Жириновского, отмечают, что он вёл себя так гипервозбуждённо практически только во время публичных выступлений. Что официальных, что неофициальных. До того, как он попал в политику, и самое главное, стал много выступать публично, он был самоскромностью и самостепенностью. У Жириновского по его прежнему работам в Советском комитете защиты мира в Иньюр-коллегии на посту руководителя юридического отдела издательства «Мир» просто не было возможности выступать публично. «Нужно отметить, что работа, связанная с публичными выступлениями, вообще редкость. И по-настоящему Жириновский дорвался до неё, только создав либерально-демократическую партию. И вот тогда эта бешеная экзальтация себя и проявила. Всё, кстати, один к одному, как у Гитлера. Его тоже все знали, как очень скромного человека, пока он не дорвался до публичности. Вот фрагмент с ролика с канала «Центральное телевидение». Владимир Жириновский – самый загадочный персонаж российской элиты, иллюстрирующий этот момент. До прихода в политику Жириновский работал в Иньюр-коллегии Минюста, где занимался заграничными наследственными делами. Потом 7 лет возглавлял юридический отдел в издательстве «Мир». Но вдруг, в 1989 году, он решает кардинально изменить судьбу. Оставить хорошую должность и ринуться во власть, где у него нет никаких связей и даже опыта. Почему? Что произошло тогда? Может, здесь кроется ключ к разгадке тайны оглушительного успеха Жириновского? Мы считаем этот день как день праздничный. Считаем, что он в какой-то степени имеет особенное историческое значение. Это видео прислал нам первый политтехнолог, работавший с лидером ЛДПР, Сергей Жариков. Оно сделано в 1992 году в Ленинградской области. Такого Жириновского мало кто помнит. На кадрах одна из первых встреч с избирателями. Будущий король скандалов скромно стоит, долго слушает и ни разу не перебивает. Он был такой интеллигентный, мягкий. В моем году не кричал ничего. Все было не так, как сейчас. Я уже не раз говорил, что сказка по щучьему Велению далеко не о дурачке. Смысл сказки как раз в том, что Емель намного умнее всех окружающих. Но его именно в силу этого и не понимают. И окружающим кажется, что он говорит и делает глупости. А волшебная щука Емель, исполняющая все его желания, это его интеллект, который он однажды таки сумел применить на деле. И в этом плане в данной народной сказке все правда. Но как ни странно, даже в этом не главный смысл сказки. Он в другом. Емель никогда не стал бы хозяином положения и не забрал бы замуж царскую дочку, если бы все не одержали его за дурачка. Без этого его зависть человеческая погубила бы, скорее всего, в самой ранней молодости. Для стран, хозяева положения, в которых номенклатура, а не капиталисты, характерна проблема горя от ума, которую лучше всех показал Александр Грибоедов в одноименной комедии. И обратите внимание, даже там Александра Чацкого сама нашла маска Орликина. Его ведь высший свет объявил сумасшедшим. Но на этом счастье все и закончилось. Да оно и понятно. Чацкий все же был достаточно богатым помещиком. И он мог всех послать, крикнуть «карету мне, карету!» и покинуть высший свет. Но у обычного человека, которому выпало на дулю, быть умнее окружающих, такой возможности нет. И маска Орликина нередко прилипает к нему надолго. А то и навсегда. Но, как я уже сказал, нередко именно это и оказывается оптимальным выходом. То, что человека держат за дурачка, снижает зависть и агрессивность окружающих. И умные люди, да что там люди, даже целые народы, всегда это прекрасно понимали. Например, известно, что большую часть дурацких анекдотов про евреев сочинили сами евреи. Что и позволило им стать самым толерантным из народа. Евреи – народ не просто древний, а он народ архаичный. Они современники древних египтян. И по древности с ними могут поспорить только китайцы. Но китайцы смогли так долго существовать за счет замкнутости. Огородив себя на многие века от всех других народов. У евреев все наоборот. Они расселились по всему миру, но при этом полностью сохранили свою самобытность и культуру. И так или иначе научились выживать, и не только выживать, но и преуспевать среди большинства народов нашей планеты. И одна из главных причин этого в том, что они всегда позволяли смеяться над собой. И более того, поощрили этот смех недалеких людей. Поэтому, я думаю, Жириновского, кстати, еврея по происхождению, маска Орликина нашла сама. И нашла далеко не случайно. Ну а дальше у него просто хватило ума. Подыгрывать окружающим. Струей себя, дурочка. То есть его имидж очень избалованного, очень капризного, очень эгоистичного взрослого ребенка, негра. А этот взрослый ребенок проявил себя тогда, когда его проявление стало целесообразным. И да, он очень помог. И лично Жириновскому, и его партии. И на этом фоне начинает совершенно иначе смотреться вопрос о пророчеству Жириновского. Напоминаю, с позиции ноосферного мировоззрения пророчества возможны только благодаря силе Кундалини. И только в состоянии гипнотического транса. В современной науке это называется гипнотической прогрессией. И Иван Ефремов в романе «Час быка» подчеркнул. Только в раннем возрасте до кондиционирования человека системой устоявшихся взглядов прорываются в нем в способности прямого луча, ранее считавшиеся сверхъестественными. Например, ясновидение, телеакцепция и телекинез. Умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится. Мы на Земле стараемся развить эти способности в возрасте, когда еще не кондиционирована величайшая сила организма – Кундалини, сила полового созревания. То есть в абсолютном большинстве случаев сила Кундалини в нашей реальности не спит только в детях. Что, кстати, хорошо показал в своих книгах Владислав Крапивин. А также сила Кундалини не спит еще и во взрослых, в душе оставшихся детей. И Жириновский окрас и является ярким примером такого взрослого человека в душе оставшегося ребенка. Что, кстати, тоже очень хорошо показал Крапивин. Правда, не очень хорошим ребенком. И уж точно не крапивинским мальчиком с кристально чистой душой. Душа у Жириновского, нужно прямо сказать, далеко не кристально чистая. И я, кстати, верю, что он работал на КГБ ФСБ. Позже, надеюсь, я расскажу, почему верю. У Владислава Крапивина, кстати, есть примеры детей с по-настоящему гнилой душой. Пожалуй, самый яркий пример – это лосьен. Ребенок, скажем так, пассивный педофил по убеждению. В сказках о рыбаках и рыбках. И Жириновский, понятно, куда ближе к лосьенам, чем к крапивинским мальчикам. Но суть этого не меняет. Кундалини в нем, похоже, не спала. Но, как уже сказал, об этом позже. Также добавлю, у меня есть цикл отзывов на произведения Владислава Крапивина, объединенные в книгу «Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами Тайного общества диска?». Ссылки, где ее можно купить, будут под роликом. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok